Помню, как я проснулась и поняла, что чувствую себя как-то странно. Я решила сделать тест на беременность, и первый тест оказался положительным. Я не поверила, поэтому сделала еще несколько тестов, но все они выдали тот же результат. Я очень сильно испугалась. Я выросла в очень крепкой семье. Мы ходили в церковь каждое воскресенье и всегда исповедовали эти нравственные нормы. Никакого секса до брака, никакого спиртного, никаких наркотиков. Когда я уехала из дома, чтобы учиться в институте, я стала подвергать сомнению все, чему меня учили. Я искренне чувствовала, что в церкви слишком много правил и ограничений. Такой был у меня настрой. Хотелось понять, а что в этом плохого? Я начала выпивать по выходным, а потом стала устраивать такие выходные на недели. Я встретила парня на вечеринке. Он был довольно милым, и мне вообще-то было некуда пойти. Так что я решила поехать с ним. До меня не сразу все дошло. Понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что это реальность, которой я оказалась. Мне просто поначалу не хотелось в это верить. Я ощущала себя такой одинокой. Я не знала, как сказать об этом семье. Я даже не представляла себе, что они подумают или скажут. Я знала, что они уже были недовольны мной и некоторыми моими решениями. И я чувствовала, что недостойна того, чтобы молиться. Я говорила себе, с какой стати он станет слушать меня сейчас, после того, как я отвергла его. Но все-таки я помолилась. Первая же моя молитва перевернула все во мне. Я разрыдалась, так как впервые в жизни по-настоящему ощутила его, моего Спасителя, моего Небесного Отца. Моя семья приняла меня с распростертыми объятиями. На самом деле, мне было неловко. Я чувствовала, что недостойна этой любви. Но это было как раз то, в чем я нуждалась. В конце концов, я прониклась радостью. Мне нравилось быть мамой, но что-то все время беспокоило мое сознание. Мысль о том, что я не смогу дать ей большую семью, такую, в какой выросла я сама, очень сильно мучила меня. После многих молитв и бессонных ночей, пролив много-много слез, я наконец пришла к решению отдать ее в приемную семью. Меня так поглотили мысли об этом решении, о том, чтобы найти для нее семью, что я молилась круглосуточно, без перерывов и выходных. Как только я увидела блок той семьи, я сразу влюбилась в них. Я ощутила покой. Когда наконец пришло время рожать, я думала, что готова. Я думала, все в порядке, решение уже принято, я уже наплакалась, все будет отлично, я справлюсь. Мне надо было как будто бы заново принимать это решение о том, чтобы передать свою крошку приемной семье, так как сейчас это все было реально. Я могла видеть ее, держать ее на руках. Я видела в ней ее потенциал. Я всего лишь мельком смогла увидеть, сколько любви испытывает Бог ко мне и к моей малышке и к каждой душе. Никогда до этого момента я не понимала любви. Помню, как в ту ночь я вспомнила обо всех решениях, которые привели меня к этому дню и думала, «Как я буду дальше жить? Как мне жить теперь без нее? Как я уйду отсюда из этой больницы с пустыми руками?» Мне казалось, что это невозможно. Я взмолилась к Богу. Я умоляла Бога. И я помню, что я попросила у папы отцовского благословения. Не помню, что он говорил в той молитве, но я реально ощущала на себе руки Бога, обнимающего меня, и знала, что смогу жить дальше и держаться принято во мной решение только с Ним и с Его помощью. На следующее утро, в канун Рождества, я подписала бумаги об отказе от родительских прав. Мне хотелось, чтобы она выглядела очень милой. Я подобрала ей одежду. Вот та кофточка, которую я купила для нее с надписью «Лучший в мире подарок». Когда я проснулась рождественским утром, ее уже не было со мной. Я не могла взглянуть на нее, ощутить ее. Не могла пойти проверить, как у нее дела. Несмотря на все, через что я прошла, я осознала, как я благословлена и сколько любви Бог испытывает ко всем, включая меня. Вы можете либо ожесточиться, либо научиться у Бога. Через благодать Бога я смогла простить саму себя за свои ошибки и обрести надежду за свое будущее и за будущее своей маленькой девочки. Это потрясающе. Продолжение следует...